Дорогие товарищи, дорогие друзья, позвольте в очередной раз поздравить вас с наступающим праздником, Днем Железнодорожника. Прошедший год был сложным, он был сложен экономически, он был сложен, потому что решались очень важные вопросы, связанные с реформированием железнодорожного транспорта, а эта реформа неотделима от всех процессов, которые происходят в нашей стране. Тем не менее, и сегодня, так же как и 176 лет тому назад, труд железнодорожника является очень важным, и профессия железнодорожника является одной из самых уважаемых в нашей стране. Мы доказали это в прошлом году, когда закончили реконструкцию участка Оуна-Высокогорная, ввели в эксплуатацию Кузнецовский туннель, столь необходимый для развития дальневосточных регионов нашей страны. Эта работа выполнялась в строгом соответствии с программными установками президента страны Владимировича Путина и решением правительства. Благодаря вашему кропотливому, умелому, профессиональному труду нам удается отстаивать принципиальные позиции, связанные с развитием железнодорожной отрасли. Мы отдаем себе отчет в нашей социальной ответственности за то, что происходит в нашей стране, благодаря развитию или недостаткам этого развития в железнодорожном транспорте. Было бы, наверное, неправильно сказать, что мы решили все проблемы, но было бы правильно сказать, что мы последовательно ведем работу по устранению тех проблем, которые частично были унаследованы от предыдущих периодов, но в основном мы должны считать, что это проблемы, которые нам надлежит решать. Мы сделали очень важные вклады в развитие экономики и социальной сферы страны. Мы вовремя заканчиваем строительство инфраструктуры Олимпийских игр. И вот уже в октябре мы будем вводить окончательно эти объекты. Мы ищем новые пути повышения эффективности работы компании. Мы ищем новые пути приобретения компетенций, которые позволят компании развиваться дальше. Свидетельством этого является поддержка правительством нашего предложения о приобретении ДЖЕФКО. И практически все экспертное сообщество оценивает этот шаг как очень важный шаг в деле развития железнодорожного транспорта. Мы свидетели того, как сегодня в нашей стране, благодаря нашим запросам, развивается новое машиностроение. На Урале не только производятся новые локомотивы, но на Урале созданы условия для производства новых перспективных поездов «Ласточка», которые первыми будут обслуживать пассажиров, туристов, участников, гостей Олимпиады 2014. Это все весомый вклад железнодорожников в дело развития нашей страны, нашей экономики, нашего общества. Вы помните, что в своем выступлении на Санкт-Петербургском экономическом форуме Владимир Владимирович Путин сформулировал три ключевых задачи, которые должны быть решены. Среди этих трех ключевых задач две относятся к нашей работе, к нашей компетенции. Это модернизация развития инфраструктуры БАМа и Транссиба. И это создание принципиального нового видов транспорта, железнодорожного транспорта, высокоскоростные магистрали. Все это свидетельство большой нагрузки, которая ложится на плечи каждого работника. И только ваше умение, ваша сплоченность, консолидация огромного нашего коллектива и поддержка деятельности правления компании и президента позволяют нам столь успешно решать эти вопросы. Конечно, в преддверии праздника я хотел бы поздравить наших ветеранов. Все, чем мы владеем сегодня, это результат труда поколений и поколений наших предков. Наша задача сделать так, чтобы те поколения, которые придут за нами, то же самое могли сказать о нас. Ну и говоря о поколениях, не могу обойти стороной такой вопрос, как награждение ОАО РЖД в номинации за развитие демографии в страны. В каждой шутке есть доля шутки. Но то, что сегодня у нас в декретные отпуска уходит значительно больше молодых женщин, чем в прошлом году, свидетельство того, что нам будет кому передавать свои профессиональные знания и компанию. С праздником вас, дорогие!